ко мне обращаются люди в помощи открытия ресторана из разных областей люди которые занимаются строительством мебельным строением у кого-то были автозапчасти у кого-то были мойки то есть из разных бизнесов они переходят и хотят открывать ресторан когда они обращаются я их узнаю кто-то с большим опытом в предпринимательстве у кого-то средний опыт кто-то там как бы начинающие и у этих людей развитая вот одна сторона она очень развитая да то что они могут там а вот они сделали построили бизнес по производству или там по сервису или там кто-то очень хорошо считает но у них есть слабые стороны то есть кто-то видит чуть больше в ресторанном бизнесе кто-то меньше если у кого-то например хорошо налажено управление есть проблемы в производстве скажем так у кого производство хорошо менеджмент не очень хорошо установлено а кто-то вообще не считает у кого там финансы финансовый момент не выстроен да и я когда это вижу и когда они проходят обучение я им когда рассказываю да то что вот у нас тут финансы тут вопросы с производством тут вопросы с маркетингом тут у нас вопросы с финансами получается так что они приходят в бизнес в котором обязательны несколько факторов то есть если к нам пришел производственник он очень хорошо разбирается в производстве там чего-то да но сервисах он не разбирается не очень хорошо и у него в расчетах финансах тоже он не прокачат он это все как бы видит и он начинает прокачивать те моменты которые у него не прокаченные и он там ну в принципе у производственника маркетинг обычно тоже хромает человек который занимался сервисом да он вообще никогда не сталкивался с производством и у него может быть у сервиса маркетинг прокаченный может быть прокаченный может быть не прокачанные финансы, но производство вообще как бы нюлевый, то есть в ресторанном бизнесе и производство и продажи и сервис, и маркетинг и пиар, все можно сказать одинаковом важном уровне, когда например пришел производственник освоил увидел как это делается раз, два, три в маленьком формате это легко для предпринимателя, ну предприниматель в принципе очень имеет такое свойство быстро учиться и очень быстро они уже как бы понимают, когда это надо делать в ресторане до 150 квадратных метров потому что у тебя не так много сотрудников, у тебя не такой большой площадь, это не такой большой ресторан если в ресторане стандартном например от 40 до 80 человек, тут у тебя работает 3-4 человека, все то есть один человек может спокойно управлять с 3-4 человеком, тем более если предприниматель большого формата он может поставить одного управляющего который будет управлять этим рестораном или там на 4 ресторана поставить одного управляющего который будет четырьмя маленькими точками управлять. Это намного легче, чем управлять большим рестораном. Потому что функции очень суженные и работают в каждом одинаковые стандарты. В ресторане очень важно еще следить за цифрами, чтобы не было такого. Ты начал заказывать продукты бесконтрольно, у тебя составили продукты, продукты приходят, какие-то не используются, где-то в холодильниках в углу осталось. В больших ресторанах такой риск, он очень большой. Иногда бывает, что даже большие опытные рестораны, они забивают холодильники, что в поворозу бывает про какие-то блюда, а потом они по чуть-чуть списывают, и доля списания уходит. Я когда делал проект Limoncello, я сделал так, что мы будем следить даже в системе, какой продукт, когда пришел и когда он должен быть реализован. И продукты наши, они взаимозаменяющие. То есть один продукт и уходит на несколько блюд, и если даже, например, какое-то блюдо не продается, и вот этот ингредиент есть в другом блюде, и через двух-трех блюдах есть один и тот же ингредиент, который обеспечивает проходимость. Из-за этого у нас там будет доля списания, она мизерная относительно больших ресторанов. Подобные вопросы производственник может знать, что у него был какой-то опыт в производстве. А такой вопрос, например, для человека, который занимался сервисным бизнесом, для него он никогда не сталкивался. И поэтому, когда в рестораны бизнес приходит из смежных областей, им надо будет объяснить от начала до конца весь бизнес. Если это посмотреть, например, в формате большого ресторана, это очень сложно. Это действительно очень сложно, им нужно большое количество времени для того, чтобы от начала до конца в большом производстве это освоить. Но когда мы само основное производство выносим как бы наружу, а на местах занимаются сборкой, человек, по сути, управляет одним цехом и занимается только гостями, и занимается только продажами. И из-за этого мы раздробили большую систему, и распределили нагрузки. И поэтому этим бизнесом намного легче справляться, чем большим рестораном. Субтитры создавал DimaTorzok